Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал, с вами я, Дэнджелос, прекрасного, замечательного, солнечного Лос-Анджелеса. Знаю это, сильно, дико извиняюсь, это мой первый такой выпад. Я давно не записывал видео, хотя было очень много разных тем, на которые я бы хотел вам дать много-много информации, впечатлений и так далее. Во-первых, сейчас сезон праздников, и есть куча всего, что вам показать, просто невероятно. Я вчера выступал на Хануку, вы можете, кстати, ссылки под видео будут в описании, ссылка на видео, где я там выступаю, если вам интересно, вы можете посмотреть. Вот, но я вернулся, и первым же делом сейчас расскажу вам, как в один из дней я получил крупный, скажем, крупный заказ. Потому что я вижу прям, блогеры зачастили у них там на DoorDash и 100 долларов, чаевые, и 80, и что только им не дают. Но я был очень близок к этим цифрам, поэтому подпишись на мой канал, поставь лайк этому видео и напиши комментарий. А у меня для тебя супер скриншот. Вот так-то, ребята. Да, почти 65 баксов. И это чаевые, сколько там было, 58, да, насколько я помню. В общем, ну... Вопрос в том, как получать такие заказы. Здесь дело даже не совсем в том, что где-то надо стоять, чего-то ждать. Тут вас только-то туда надо идти или еще что-то. Короче, это очень такой тяжелый алгоритм, который... У меня до сих пор нету конкретных стратегий, чтобы этот алгоритм поймать. Но есть две явно четкие вещи, которые определенно работают. Значит, первое. Я вам уже, знаете, в течение нескольких месяцев продолжаю напоминать. Встаем рано... Я извиняюсь. Встаем рано утром. Не в 8, не в 9. Даже в 7 уже поздновато. Встаем в 5 утра, ребят. 5 утра. Да, те из вас, кто еще живет в таких, ну, довольно спальных районах, иногда это все равно хорошие районы для доставок, но чаще всего это не самое лучшее место. Вам еще нужно доехать до такого наплывного места, знаете. Поэтому в 5 утра встаем. В 5 утра. Машин очень мало. В ресторанах людей не так много делают заказы, поэтому в основном рестораны обрабатывают онлайн заказы. И доставки в том числе. Поэтому вставайте рано утром, езжайте уже у ресторанов, ждите. Вам быстро дадут заказ. Вы понимаете, на пустых дорогах, просто тупо, зайдя в ресторан, вам ни секунды ждать не надо. Вы зашли, забрали, поехали, отвезли. Да даже вот эти 5-долларовые, 6-долларовые заказы, вы их 5-6 штук за час сумеете сделать, понимаете. И это, вот это вот keep moving вас просто настроит хорошо. Вы не будете думать о том, что ой, блин, как мало, ой, как фигово, ой, как то. У вас и психологически вас это все хорошо возьмет в руку. И вы Uber Eats, там, всем этим, любым компаниям, извиняюсь, вы просто дадите знать, что вы на ходу. Вы вышли выбирать не 5-звездочные заказы, а вот вы вышли, и все, один за другим, один за другим, один за другим, все. Вы там попадаете в список самых активных. Вас имеют в виду, потому что у них же там уже есть вот эти вот, задатки на топ-заказы, там, на вечерние, на обеденные. У них уже это все есть, у них там все прописано, уже все отмечено, замечено. И они, как только эти заказы подтверждаются системе, они сразу вас имеют в виду. И получается, что после того, как вы рано встали, начали колбасить конкретно, вы, извиняюсь за палец, вы подъезжаете в обеденный перерыв. Я вам много раз говорил. Вы подъезжаете в бизнес-центры. Если вы работаете в Марина Дель Рей, найдите недалеко рестораны хорошего качества, которые недалеко от бизнес-центров. Вот в Марина Дель Рей, я точно вам не могу сказать, да там, это в принципе где-то, может, несколько миль прям вот на север от аэропорта. Там есть такой прям большой уголок, там очень много ресторанов, и очень много хороших ресторанов, дорогих. И вот там прям просто, там такие просто иногда звери попадаются. Особенно если вам выпадет в суши. Там есть один ресторан, Sugarfish называется. Он мега дорогой. И там, несмотря ни на что, все равно пачками иногда заказывают. На 500, на 600, на 1000 долларов чек может быть. Не исключено, что вам дадут очень хорошие чаевые. И вот запомните два правила, вот в очередной раз с вами делюсь, даже скажу, повторяюсь. Вставайте рано. Рано утром можете брать маленькие заказы, потому что вы их будете делать быстро. Народу мало, никто не хаслит. И вам все приходит до того, как вы завершите очередной заказ. То есть вы, прежде чем вынести его, вам уже приходит следующий. Вы не останавливаетесь, едете дальше. Таким образом, вы уже психологически себя хорошо настраиваете. И когда приходит время обеда, выключаете Uber Eats или DoorDash, что у вас там, на паузу ставите. Едете в это место, где хорошие рестораны, недалеко от бизнес-центров. И ждете. Есть еще такой момент, что вам не первым придет. Это, кстати, с 11 где-то до 12, вот в этом промежутке приходят вот такие бомбовые заказы. Может, не факт, что вам прям первый придет. Но если он не слишком плохой, если там есть хотя бы 2 доллара за милю, то возьмите, сделайте, вы поставьте опять на паузу и вернитесь туда же. Я вам вот могу сказать такую вещь, что возможно не каждый день, но 3-4 раза в неделю по будням вы 100% будете получать такие здоровые заказы. Вот, собственно говоря, и все, ребят. Впереди новое видео, я уже его снимаю. Надеюсь, что вам это было полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Увидимся скоро. Давайте рубить бабки.